Останки древнейших людей найдены в Азии, Европе, Африке. Значит, люди этого типа были широко расселены по нашей планете. Всех их объединяют под общим видовым названием «человек прямоходящий», и они являются бесспорными представителями рода «человек». Они жили от одного миллиона до трехсот тысяч лет тому назад. Первые ископаемые остатки человека прямоходящего были обнаружены голландским ученым Дюбуа в девяностых годах прошлого века на острове Ява. Объем головного мозга древнейших людей достигал 1100 кубических сантиметров. Череп имел характерные отличия от черепа современного человека – низкий лоб, мощные надбровные дуги, массивная и тяжелая нижняя челюсть, почти не выделяющийся подбородочный выступ. Тело человека прямоходящего мало чем отличалось от тела современного человека. Рост древнейших людей составлял около 160 сантиметров. Древнейшие люди вели активный образ жизни, охотились, изготавливали примитивные орудия, помогающие им резать растения, мясо. Жили они группами, так легче было защищаться от врагов, находить пищу, охотиться, строить жилища. Находки, сделанные в Китае, говорят о том, что древнейшие люди могли пользоваться и огнем. Социальный образ жизни и использование огня позволили ему широко расселиться по миру. Объем его мозга превысил 750 кубических сантиметров. Именно этот показатель считался минимальным для развития членораздельной речи. Tool 3 храм Tool 3 Tool 4 Tool 2 braid